МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте поговорим все-таки о вашем проекте Мьюзмиблокс. Что он из себя представляет? Это вообще такая уникальная мультибрендовая коробочка для Украины. В ней собраны украинские бренды. Естественно, каждый раз мы меняем бренды для того, чтобы Украина поняла, что в Украине есть достойная, качественная продукция, ее можно приобретать. Ну, вот, собственно говоря, для этого мы создали Мьюзмиблокс. Очень необычным способом вы это показываете, да? Да. Каким образом? Ну, таким образом еще можно собрать разнообразные украинские бренды в одном месте. Мы думали-думали и придумали, что можно просто взять разнообразные украинские бренды, засунуть в одну коробочку, которая тоже будет иметь свое название, свой лейбл, свое предназначение, и давать людям возможность выбирать. Ну, собственно говоря, есть публичные люди, наши получатели, есть украинский бренд, и те потребители, да, вот это все объединяет один бокс. И благодаря таким способам мы популяризим украинские продукции. То есть вы складываете какие-то определенные товары, да, украинского производителя, складываете вот этот бокс, да, а потом презентуете какому-то известному человеку. Да, ну, гости у нас в основном это публичные люди, это артисты, спортсмены, блогеры, организаторы разных фестивалей. Ну да, то есть мы прежде всего к сведению берем то, что люди часто ориентируются на своих кумирах. Они смотрят в Инстаграм каждый раз, там, раз 30, да, наверное, в день листают странички, смотрят новости, о, вот у него, например, такая сумка, у него такое платье, у него, ну да, конечно, у нас и такое может быть. Я тоже хочу то же самое. Вот. И они интересуются, заходят на странички, покупают, и потом еще увидят, что этот бренд украинский, он made in Ukraine. Я думаю, что это достижение, чтобы ориентировались, наверное, не на западные, покупали не западные подарки, а наши, у нас не хуже. А что все-таки в коробке? Там можно поесть, накраситься, одеться. Что в итоге? Все. Да, начиная от одежды, это сумки, какие-то аксессуары, это также у нас есть еда, у нас варенье, печеньки тоже мы там презентуем, да. Конечно же, мы очень тщательно отбираем бренды, но всегда просим своих получателей писать все-таки либо положительные, либо негативные отзывы, потому что мы смотрим, да, нам нравится, но получатели, они тоже имеют право голоса и пишут, что то хорошее, а это не очень. Да, у нас нет такого, что идет прямая реклама, вот я получил коробку, и мне все нравится. Нет. Каждый дает свой отзыв, свое индивидуальное мнение. Если ему не понравились те или определенные вещи, он это пишет. Это конструктивная критика, которая помогает нашим производителям также саморазвиваться. То есть там несколько, да, разных, может быть, товаров в одном боксе? Да, у нас там было до 10, допустим, товаров в одном боксе, ну, как бы, естественно, размер бокса тоже варьируется. Боксы, да, у нас есть огромные, которые мы заказываем, есть, вот мы сегодня взяли средний бокс, есть маленький, ну, вот в зависимости от этого по наполняемости. Какие преимущественные критерии отбора товаров для коробки? Ну, это должен быть молодой украинский производитель, он должен быть самобытным, он должен представлять тот товар, который, возможно, еще нигде не появлялся на рынке, или также тот товар, который уже популярный, но он имеет какие-то свои особенности. Вот, ну, так же самое очень часто у нас пользуется популярностью хендмейт, то есть девушки, обычно преимущественно девушки делают что-то своими руками и создают абсолютно прекрасные вещи, которые, ну, скажем так, нет им повторения во всем мире. Вообще в Украине есть очень много разных фестивалей, где молодые, в принципе, там, дизайнеры, да, бренды разные могут представлять свою продукцию, но вот бокс наш, это один как способов себя тоже заявить о себе, почему бы и нет? У вас, я так понимаю, что они приурочены, да, к определенным датам, там, к Новому году был, да, к 14 февраля? Да, мы рейтируемся на то, что... В основном, да. Люди хотят покупать подарочки, делать сюрпризы, и мы за какое-то время до определенных ярких дат помогаем им с этим выбором, естественно, с выбором украинской продукции. Еще один плюс нашей коробки, и сейчас мы тоже к 8 марта готовим большие такие огромные боксы, уже получатели наши, мы доставляем им, и думаем, что к 8 марта уже закончим. Да, потому что мужчины часто не умеют и не знают, что подарить женщинам. Как правило, да, и мы помогаем тоже. Обычный человек может стать обладателем коробки, не будучи знаменитой? Знаете, очень часто нам пишут эти вопросы, на самом деле мы сейчас вот только это все разрабатываем, как правильно, но на данном моменте, да, как бы можно приобрести... Если у тебя 2000 подписчиков, да, минимум в Инстаграм, то, наверное, я думаю. Ну, маловато. Нет, можно, конечно, можно приобрести, мы всегда делаем, просим наших, в общем, те, кто в боксе находятся, чтобы они сделали нам скидку для людей, которые просят приобрести. Да, и также саморазмер коробочки, цвет коробочки, лейбл, наполнение, все выбирается индивидуально. То есть люди сами выбирают себе наполнение, а мы это оформляем уже, предоставляем, отправляем, естественно, все. Давайте немного о получателях, да, кто уже был получателем, и, возможно, об их реакции. Может быть, посмотрим, кстати, у нас есть такой слайд-шоу, да, тех людей, которые уже успели получить этот самый мюзбокс. О, Аня Завальская, да. Кстати, один из получателей, который, наверное, сделала штук пять постов, да? А это Яна Станишевская, просто, говорит, муж хохотал, когда увидел, что я получила эту коробочку. Даша Коломит, спасибо огромное, первая, кто нас поддержала, Оля Сумская. Помню, как мы вылавливали. Да, очень долго, конечно. Виталий Козловский. Ну, конечно, девушек у нас много как получателей, но все. Знаете, вот самое приятное, то, что вроде бы у публичных людей, да, вот все есть, и чем их удивить, но когда они получают этот бокс, настолько такая позитивная реакция. Потому что никто не знает, что в нем, это какой-то сюрприз, а сюрпризы нравятся всем. Эрика, столько слов благодарности от нее получили, ну, супер. Аня Завальская. Часто фотографируются отдельно в каких-то брендах, которые особо понравились? Костя Бочаров, тут, конечно, носочки его. Саша Скичко, телеведущий украинский. А, это Рэвик, да? Да, Рэвика Разурманова сделала «Мама слет» первый фестиваль. Ух, тут, я думала. Шульгина. Еще раз, Аня Завальская. Поехала Виталию, написала, что поехала Виталию, ей безумно понравилась одежда, которую мы прислали, и там она дизайнерам тоже ее показала, презентовала, сказала, что вот, наша, украинская. А это сплошные позитивные отзывы, или все-таки были какие-то такие достаточно критические замечания по поводу качества, не знаю? Ну, я не могу вспомнить каких-то вот абсолютно негативных отзывов, честно. У нас даже часто вот Ольга Сумская пришла на интервью к Кате Асачи в кейпе от наших производителей, потом еще появилась на дне рождения, да, Угарянского? Угарянского тоже. Аня Завальская выходила в юбочке от наших. Да, да, да. У нас все артисты остаются довольными, потому что мы действительно, мы бокс собираем с трепетом, с любовью отбираем лучше. Это все очень индивидуально, да. Успели проследить, какой характер продуктов, допустим, самая популярность? Что, допустим, одежда самая популярная или еще что-нибудь? Одежда, да. Одежда популярная, аксессуары, скорее всего, да. Ну, девчонкам, да, а все-таки мужчины у нас вот кожаные изделия, да, кожаные изделия любят, просят, пишут тоже нам, иногда заказывают артистам, мы просим, говорит, что вот, что бы вы хотели получить, тоже иногда такое у нас бывает. То есть вы предварительно даже спрашиваете, да? Да, иногда да. Мы смотрим на стиль, на образ жизни получателя, там, допустим, если это Дмитрий Монатик, да, то мы выбираем, например, одежду, которая была бы монохромная, симметричная, в которой бы он появился на публике и, скажем так, возможно, снялся в клипе. Да, если этого только сам скажет, это будет красивое, элегантное, там, красное что-то. Фанаты как-то помогают вам в этом деле? Фан-клубы? Чьи? Ну, пишут, нам пишут, в основном уже после того, как увидели бокс, уже пишут, что хотят тоже такой приобрести, но сейчас пока очень сложно, потому что проект только запустился, еще система не разработана до конца, и, конечно, они нам помогают, иногда отписываются, они нам советуют бренды, мы тоже прислушиваемся. Вот, никакой бренд вы бы хотели увидеть в коробочке, возможно, вы бы хотели что-то сами отправить, то есть с нами может сотрудничать абсолютно любое предприятие, любые люди, то есть это может быть обыкновенная девушка из Днепропетровска, которая вяжет браслетики, и также это может быть абсолютно развитый бренд, который имеет свой плацарм какой-то, имеет своих покупателей. То есть с вами можно связаться, да, вы уже выбираете, подходит вам данная продукция или нет? Ну, конечно, у нас индивидуальный подход к каждому партнеру, мы выстраиваем работу с ним, возможно, там на пару месяцев, возможно, на один этап проекта, и, скажем так, работаем с каждым в своем режиме. Каких звезд, может быть, увидим в ближайшее время в украинской продукции? Откроем занавес. Да, ну, на 8 марта у нас такие гости, это вот самая такая гордость наша, это Джамала, мы передали ей уже бокс, надеемся, что вот скоро увидим результаты. Бокс, это легко сказано, у нас три штуки на нее. Да, это был, наверное, самый большой пока вот такой объем. Это почему, с чем связано? Потому что Джамала очень популярная. Наверное, вот сейчас такой... Ну, все услышали, все захотели. Да, вот настолько все захотели почему-то вот ей, да, презентовать, ну, не потому что даже, да, вот связи с Евровидением, а, наверное, потому что личность трогает. Да? Кто у нас еще? Ну, потому что мы начали сбор коробочки еще до Евровидения, и уже тогда у нас, ну, говорю, Юля, господи, у нас даже мало столько партнеров, а где взять такую большую коробочку? Очень сложно, на самом деле, с тем, с поиском коробок. Мы специально заказываем, потому что размеры постоянно у нас разные. Вот. И определенное количество просто в магазинах невозможно идти. А как вы решаете, к кому вы будете вот сегодня начнете собирать коробку? Очень сложный вопрос, сложный вопрос, да. Наверное, все-таки Инстаграм помогает. Излистаешь ленту, и ты смотришь люди, кому больше тянутся, да, чьи просмотры больше идут. Мы смотрим на активность в социальных сетях. У кого люди больше обсуждают что-то на страничке. У кого интересуются. Оля, сколько у тебя подписчиков? Нет, думаю, недостаточно для коробки, но хотелось бы. Ну, достаточно большое количество. Спасибо вам огромное за то, что были у нас в гостях. Последний вопрос, скажите, будут исключительно украинские звезды, или вы собираетесь все-таки выходить на какой-то мировой рынок и, может быть, на мировом уровне рекламировать? Ди Каприо недавно Оскар получил. Оскар получил, да, я с ним его поздравляю. Он звонил, я, ну, короче, вчера мне Ди Каприо говорил, хочу коробку. Коробку, да. Поздравьте меня с получением Оскара. Оскар у меня уже есть, давайте. Я с учимом на Оскаре, они тоже получают свои коробки. Ну, немножко других масштабов. Да, масштабов, там, конечно, уже мировые бренды, но... То есть такая мировая практика тоже существует, да? Да, да, конечно. Но пока что мы остановимся на наших украинских производителях и наших украинских артистов. А дальше посмотрим, кто знает, что будет. Но производители украинские останутся точно. Да. Идея замечательная, спасибо за то, что пришли к нам в гости. Удачи вам и побольше брендов хороших и качественных. Ну и, конечно, благодарных звезд. Огромное спасибо. Спасибо большое. Мы подводим итоги сегодняшней нашей программы. Мы сегодня говорили о весне. Еще раз поздравляем всех с первым марта, с первым днем весны. Ну и желаем весеннего настроения, причем несмотря на то, какая погода нас в ближайшее время с вами ждет. Так что радуйтесь, хорошей вам погоды, хорошей вам весны. Еще главное, чтобы у вас было много подписчиков и, соответственно, чтобы вы получали регулярно такие коробки с подарками. Может быть, даже и не конкретно такую, но, во всяком случае, чтобы весна ваша была полна сюрпризов. С вами было Утро на седьмом. Пока-пока. Счастливо.